Ищет полиция. Михаил Асаакашвили появился в базе данных МВД в разделе лица, которые скрываются от органов власти. И хотя бывший одесский губернатор постоянно светится перед объективами телекамер возле Верховной Рады, найти его правоохранители не могут уже второй день. А тем временем, сегодня вечером заканчивается срок, в течение которого он должен явиться на допрос. С утра полицейские наведались в палаточный городок возле парламента, но завершилась попытка тем же, что и вчера, потасовкой. Как все происходило, расскажет Ольга Теребинская. Ранним утром около шести в палаточном городке возле здания Верховной Рады появились сотни полицейских. Они по запросу генпрокуратуры искали Михаила Асаакашвили. Ведь сегодня вечером истекает 24 часа, которые предусмотрены законом для того, чтобы явиться на допрос добровольно. Но протестующие поисковую операцию приняли за штурм и оказали сопротивление. В результате между силовиками и протестующими завязалась потасовка. Как средство защиты от нежданных гостей, по данным полиции, активисты пустили в ход палки, топоры и даже бензопилы. Впоследствии 14 правоохранителей и двое гражданских получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, переломы и ушибы конечностей. Вся голова в клее. Дальше снимать не буду. Сам же Асаакашвили, по одним данным, быстро ретировался из палатки в гостиницу «Киев». А по другой информации, его в лагере и вовсе не было. На людях он появился спустя несколько часов и заявил, на допрос в СБУ идти не собирается. Я готов принять их следователей здесь в лагере. После чего Саакашвили успел отметиться в разговоре с журналистом Би-Би-Си Джоном Фишером. На вопрос, планирует ли политик сдаваться властям, задумавшись, ответил «Потеряйся». Засветился на митинге и некий псевдо-журналист. По словам спикера МВД Артема Шевченко, этот мужчина принес с собой нож и был готов его использовать. А после задержания полицейскими начал кричать, дескать, оружия у него нет и вообще он журналист. В полиции просят всех представителей медиа, которые освещают подобные события, экипироваться надлежащим образом, надевать яркие жилеты с надписями «Пресса» и иметь при себе удостоверение работника СМИ. Ольга Теребинская, подробности, телеканал «Интер».